Здравствуйте, это программа «Мнение» в студии Игорь Озеров, и я рад приветствовать сегодняшнего участника нашей передачи. Это главный редактор сайта «Байкал Медиа», радиоведущий Валерий Будаев. Валерий, добрый день. Всем здравствуйте. Мы записываемся после масштабных торжеств, празднеств, посвященных Дню Города. Много чего проходило, ну и такой кульминацией был на площади большой концерт, который по многим показателям стал рекордным, говорят, чуть ли не 10 тысяч человек на площади Советов собралось. Посмотреть на Хабиба и других артистов потом был салют, потом были разные логистические трудности, сложности. Начнем с этого. Присутствовал или наблюдал как-то через телевизор? Я наблюдал через мессенджеры, телевизор и другие какие-то вещи. Вообще отношение ко Дню Города, как у горожанина, должно быть такое немножко другое, мне кажется. Потому что когда День Города в Москве происходит, москвичи уезжают на дачу специально в этот день. И тут я как будто тоже придерживался этого. Я не ходил никуда, но смотрел и шествие с утра, которое было, и попытался как-то понять, что происходило вечером. И по оценкам МВД, по-моему, там даже не 10 тысяч было, а где-то в районе 35. Наверное, весь центр имелся в виду, да, вот это такое Бровановское движение в центре города. И давно такого не было. Даже в пандемийные, точнее в допандемийные годы, как будто я не помню, чтобы столько народа было прямо на площади Советов так много. Какое-то невероятное количество людей. Ну и там много, давайте с чего начнем. По поводу выбора звезды можно поговорить, который выступал. Давай начнем вот с количества народа и масштаба мероприятий. Что это такое? Постпандемийный такой позитивный синдром, когда соскучились. Желание власти в наши сложные времена устроить праздник, фактор Хабиба или что-то еще? Мне кажется, что, во-первых, я поддерживаю перенос празднования Дня города с начала сентября на середину июня. Просто потому, что в сентябре, как правило, либо холодно, либо выборы, ну и так далее, и так далее. И народу, как правило, немного. И ты думаешь, зачем все эти деньги тратятся? И зачем люди мерзнут, дети мерзнут в этих сценических костюмах на сцене? И перенесли это на начало июня, ну, на середину, когда еще выпускники не разъехались, когда еще школьники вроде как здесь. Ну, то есть, дети по лагерям сильно не уехали. То есть, весь город, в принципе, в городе, как будто еще не в отпусках. И поэтому, ну, это правильный был ход. И из-за этого много народу, во-первых. Во-вторых, конечно, пандемия сказалась. И я думаю, что люди в хорошую погоду вышли погулять. Хотя с погодой тоже обещали там какие-то, да, и штормовое предупреждение по республике было и так далее. Но в основном, конечно, угадали с артистом. И угадали так интересно, потому что если бы я был организатором этого, я бы посчитал, что это большущий плюс для меня. Потому что потрачено было якобы всего миллион рублей в виде гонорара. Да, непонятно еще, какую часть кто заплатил. Да, причем это было сделано как-то так непонятно. То есть, вроде как будто сначала позвали Хабиба, сказали, что вот миллион рублей. Потом якобы у кого-то это, возможно, вызвало какие-то, не знаю, возмущения. И сказали, о, это нам заплатил какой-то неизвестный. Ну, это вообще не в тему. Вы делаете праздник, но зачем стыдиться то, что вы платите деньги людям за то, что они там выступают. Но угадали, конечно, с тем, что это тиктокер, это блогер, медийная персона в соцсетях. И это, как говорят по-английски, one hit wonder. То есть, это человек, у которого одна песня есть, и она на данный момент популярна. И популярна она среди тех людей, которые не могут прийти на площадь сами, и с ними обязательно должны прийти родители. То есть, по факту, на каждого желающего еще плюс один-два человека за спиной стояли люди и вообще недоумевали, что тут происходит, почему так и зачем мне это. А когда исполнитель что-то кричал в толпу, в ответ доносился в основном детский крик и виск. И это, в принципе, успех для организаторов, по идее. Но с точки зрения, так скажем, зрителя, и тем более, чем возрастнее ты, тем, наверное, сложнее все это было воспринимать. Ну, то есть, просто потому, что у тебя одна песня, а тебе нужно отработать час, все это, в конце концов, выливается в то, что ты эту песню вынужден спеть там четыре раза. Три, три раза. Ну, в начале он еще спел же ее. Ну, в начале, в серединке, под гитару, и в конце. Да, то есть, вы смотрели еще. Не на площади было, сколько свободного времени. Это был выходной, я отдыхал. И кроме этого, там много было общения с публикой, которая как бы вообще непонятно зачем. Ну, в общем, время тянулось для того, чтобы отработать. И тут, конечно, и с его точки зрения большой промах, потому что можно было это превратить в какую-то дискотеку, какие-то нарезать специально лайв-версии своей песни, чтобы они качали. Ну, там была еще одна песня, тоже, которая, мне кажется, такая популярная, тащит-тащит мальчик открытку. Я даже не знаю. Но, тем не менее, мне кажется, за такие деньги, это прямо на сто, на тысячу процентов окупилось, люди рады. А вот что уже творилось потом, это такая история другая. Большое количество детей, которые потеряли своих родителей во время концерта. Да, это прямо в один момент было ощущение, что все затевалось только для этого, чтобы как можно больше детей потерялось и потом пошло. Да, к сожалению, я даже не знаю, в чем как бы проблема вообще была. То есть, родители отпускают своих детей просто вот так. Как так получилось, что столько много детей? Или просто такое невероятное количество людей было, что... Или, да, вначале их не очень много, потом как-то дети свободно двигались, а потом стало слишком плотно. Да, вот в этом плане с организацией, конечно, было не очень, по-моему, кто-то жаловался по поводу того, что некуда было сходить в туалет. Огромное количество людей, куда реально сходить в туалет в центре, непонятно. Один туалет должен работать у нас, да? За прогрессом. Да, за прогрессом, не знаю, работал он или нет, меня там не было, конечно. Но туалеты в кафе, по идее, тоже должны под эти цели быть запутаны. Ну, не в 11 часов вечера же, конечно. А, ну да, многие заканчивают. И в конце эта логистика транспортная, она, конечно, тоже должна была, на мой взгляд, выполнена быть так, что на улице Барсоева ждали бы автобусы, прям пустые. И каждый развозил в свой микрорайон по своему маршруту. Не просто у нас было объявлено, транспорт продолжает ходить по городу в течение этого времени. Ну, как бы, какая разница? Нужно было из площади увезти домой людей. И для этого не надо было ходить по городу, нужно было на площади ждать, чтобы все сели и просто разъехались после большого мероприятия. И вот эти вещи, ну, такое ощущение, что к ним как будто мало претензий у тебя в голове, потому что есть оправдание, что мы просто забыли, как это делать. Мы просто не знали, что такие вот мероприятия возможны. И уже в следующий раз, наверное, будет проще, легче, и туалеты опять появятся. Может быть, у нас просто люди, которые сдавали эти туалеты, они просто обанкротились, потому что за эти два года они были никому не нужны. Кто знает, просто, может быть, их нет нигде. Ну, в общем, с другой стороны, если в целом посмотреть, было забавно, интересно наблюдать за этим со стороны. То, что меня там не было, я об этом не жалею. Особенную радость доставила, конечно, трансляция телевизионная, потому что она шла на двух каналах. Да, да, Оригус с сетевиком, это было две разные сожжённые истории. Да, и тут, конечно, администрация города как бы сыграла против своего канала, как я не знаю, ну, просто сыграла против своего канала, да, точка. В чём это выражалось? Можно так сказать. Ну, потому что по факту весь праздник был отдан на откуп Оригусу, потому что у них 30 лет, и, наверное, если бы выдавали премии за продвижение СМИ, то Оригус заслуживает уже в этом году премию, потому что они взяли и с дня рождения города сделали день рождения Оригуса. Наверное, малой кровью, я не знаю, но они вели этот концерт, они там... Но их тоже как-то говорили же, что они то ли спонсор фейерверка, то ли всё чего. Ну, да, да, заплатили за фейерверк каким-то образом, они учредили призы. Ну, в общем, то есть в любом случае это обрамление, оно было из-за того, что ведущие Оригуса на сцене присутствовали, да, оно было вот в виде Оригуса. А в городе у нас телеканал городской, это Тевиком, и Тевиком не мог не показывать день города, и, соответственно, был вынужден показывать ведущих Оригуса, как бы вот фейерверк Оригуса и так далее. И для них это, конечно, прям промо-прорыв, это пиар-компания года для СМИ, я думаю. А, ну, с точки зрения Тевикома, тоже невозможно отказаться от этого всего, да, нужно было просто, возможно, как-то принять это чуть пошире, сказать, что вот у наших коллег праздник, ну, то есть и как бы и поздравлять их прямо. Более великодушно. Да, более великодушно сказать, ну, как бы они там частный канал, пытаются что-то сделать, а мы вот здесь городские, мы их понимаем, поддерживаем, ну, то есть в каком-то таком смысле. Потому что, когда ты пытаешься, как бы, логотипы и слова про Оригус закрыть у себя в эфире, это, ну, играет с тобой же шутку, да, это вводит в стресс твоих же ведущих, ну, и получается, как бы, не очень хорошо. За этим было наблюдать, конечно, весело, поэтому коллег-коллег из Оригуса я поздравляю, это прикольно было. Ну, Оригуса у них же, они вот премию телевизионную, наконец-то, недавно получили, да, до этого у них вот сложности с этими кнопками, которые поближе к началу вот этого пульта находятся, что называется, пульта телевизионного, были сложности. Ну, сейчас, да, какая-то такая некая, может быть, моральная компенсация произошла. Ну, да, забавно было, на самом деле, очень интересно было переключать, потому что в тот момент, когда Оригус громко-громко проводил свои конкурсы, кто громче крикнет название телекомпании и так далее, ТВ-ком в это время пытался ставить какие-то интервью, но всё равно на заднем плане всё это летело в эфир ТВ-кома, ведущие вот так улыбались, и отдельно было вот за Дмитрием Гамбоевым интересно очень наблюдать, который в основном молчал, но на его лице всё было написано. Ну, да, 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 это не очень приятно, просто прямой эфир – это огромнейший стресс, и, конечно, оказаться в таком момент в кадре очень сложно, но, вы знаете, ещё огромнейший плюс для меня заключается в том, что теперь по телевизору и в интернете, и там на некоторых сайтах, которые не подвергаются DDoS-атакам, и где это работает ещё, у нас можно посмотреть что-то, что у нас происходит реально в живом времени. Это и парад 9 мая, это и день города. Это просто, ну, это… Смотрится очень интересно. Очень, это невероятно круто. То есть, допустим, я думаю, парады смотреть лучше по телевизору, чем присутствовать там, да, потому что… Больше увидишь. Больше глаз, больше точек тебе расскажут, и какая-то торжественность, это как то же самое, что с футболом. Поэтому это просто здорово, и тут печалиться не надо, я думаю, и Тевико Маригус большие молодцы в данном случае. То, что мы показывать должны больше своего, комментировать это, это правильно. Ну, и по поводу концерта Хабиба ещё добавлю, есть, конечно, и восторженные отклики, их, наверное, большинство, да, но некоторые родители сказали, что вот больше на подобные мероприятия, ну, пошли за детьми, на самом деле, дети, вот хоть одним глазком на Хабибку взглянуть. И сказали, толком ничего не увидели, большая давка, ну, как бы масса людей, так небезопасно, как будто бы было, вот, и, в общем-то, сказали, что, может быть, и не стоило того, такие справедливости ради, такие… Нет, ну, давайте, давайте, давайте так, тут всё, что происходит с вашим ребёнком, это проблема, в первую очередь, родителя, и ответственность тоже родителя. Во-первых, если ваш ребёнок тащится от Хабиба, это уже, ну, как бы, показатель, так скажем, да, ну, не будем говорить, звоночек. То, что вы его ночью тащите куда-то в толпу людей, незнакомых совершенно, и потенциально можете потерять, это тоже говорит только о вас, правильно? То, что вы там потом не распланировали, где припарковаться или как уехать домой, и жалуетесь на то, что какие-то вот вещи происходят, а у вас ребёнок, там, я не знаю, плачет, спит или что-то ещё, это тоже только ваши проблемы, по идее. Поэтому я бы тут, ну, смотрел на это вот, как бы, с этой точки зрения, и… Риски все взвешивал самостоятельно. Да, 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 то есть, тем более, если маленький ребёнок, да мало ли, что он там просит, кого он хочет посмотреть, ну, или подойдите, посмотрите со стороны, зачем лезть прямо в толпу туда, если маленький ребёнок. Я вот этого, ну, не очень понимаю, и потом говорить, что вот вы там, что там, не поставили стулья, не расставили дополнительные ограждения или что, не знаю, возможно, конечно, можно было так сделать, но кто же знал, что так много народу будет? Ну, я слышал, что ограждение, наоборот, специально убирали, понимая, что ни в каких ограждениях это не уместится. Не раздавили, нет, но обычно бывает, как бы, ограждение, имеется в виду, что сцена огораживается, и потом толпа давит и придавливает людей, которые стоят спереди. Это тоже очень неприятная вещь. Ну, то есть, это чисто здесь к родителям, мне кажется, вопрос. Ну, и да, масштаб людей, понятно, было видно, что очень много и по трансляции, и потом вот я с Виадука из дома наблюдал, пробка из машин, то есть, все дворы вплоть до Виадука от площади были заняты, и потом вот есть видео, где такая человеческая река по Виадуку без конца идёт, 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 возвращается. Да, Виадук – это главная фобия же горожанина, потому что, когда ты идёшь по Виадуку, ну, не знаю, у вас как с этим, у меня с возрастом, мне всё страшнее и страшнее по Виадуку ходить, ну, чисто вот вестибулярно. И когда я увидел, что прям люди идут такой толпой по Виадуку, я наконец-то понял, почему он такой прямо вот железобетонный. Ну, конечно, да. Ну, и он нормальный, конечно, выдержит всё на свете, но ходить по нему крайне неприятно. Так же, как и улица Барсоева, которая обычно вот в той части после вот этой развязки элеваторской, ну, начальная часть улицы Барсоева, она обычно же не загружена, а тут она с утра прямо из-за перекрытия, вот из-за этих праздниц была, ещё и проспект Победы был перекрыт, тоже плотно была закрыта, перегружена. И ты думаешь, ну, хорошо, хоть там по три полосы в две стороны, было бы ещё сложнее. Ну, чем чаще перекрыт центр города, тем лучше. Значит, что-то происходит в городе, что-то творится, и мы просто... Ну, понятно, что у нас сложно с этим, да, у нас железная дорога, там минимум дорог и так далее объехать сложно, но эти, как сказать, проблемы, они как будто стоят того. Проблемы роста, да? Ну, как будто бы, да. Валерий Быдаев, программа «Мнение». Валера, давай ко второму дню праздниц, я не знаю, это совпало случайно или нет, группа Любе у нас выступала, да, тоже в рамках, можно сказать, вот этой истории. И я не помню такой штуки, чтобы вот минировали, да, ФСК, при выступлении федеральных артистов, да, то есть сообщения, или противопожарные, я вообще, да, боюсь, что соврал, по-моему, противопожарная сигнализация. Ну, где-то пишут, что сообщали об этом, где-то говорят, что сигналка сработала противопожарная, да. И аж целых два часа люди ждали, да, и потом концерт продолжился. Да, некоторые недотерпели и уехали, но говорят, что я тоже не присутствовал там, о чём сожалею. Второе отделение было прям очень, очень, потому что там всё было, и конь, и атас, и давай за, и всё, вот что, всё, что Любе из себя представляет, в наших глазах, ушах, там и сознании, там было именно во втором отделении. Очень сильно там бэк-вокал отличился, потому что там вырывал, видимо, зрительские симпатии и аплодисменты своим просто, своей отдачей, так скажем, да. Закончилось это, естественно, песней «Не валяй, дурака, Америка», насколько я понимаю, да, ну, как бы такую точку в такое время, наверное, нельзя было не поставить, будучи группой Любе. Ну, как будто это вот реальность, в которой нам придётся жить. Дальше мы прерывали занятия в школах этой весной невероятное количество раз из-за вот этих сообщений, причём они приходят и по электронной почте теперь просто, это даже не звонок, и тут вот тоже такое случилось, не знаю, уже как будто есть некое привыкание, что вот так происходит. Ну, это не новая история, собственно, я вот первый раз, когда я столкнулся, уже будучи вот журналистом, только-только начал работать, 91-й год осенью, когда сюда приезжал Далай-Лама, и в театре опера, в театре бурятской драмы было его выступление, значит, там был полный зал, и сообщили о том, что здание заминировано. Тогда вот, по-моему, Кукшинов был мэром, вышел, сказал, люди так, ну, посмеивались, вышли, но уже ничего не продолжилось, Далай-Лама передался им привет, но уже не вернулся. Ну, вот видите, в том случае цель была достигнута, видимо. 32 года прошло, ничего по большому счету не изменилось. Валерий Будаев, программа «Мнение», Валерий, давай поговорим о выборах главы Бурятии, с которыми всё стало понятно, и по срокам их проведения, и, главное, действующие лица, мне кажется, уже как бы заявились и объявились, да, ЛДПР, новые люди, КПРФ, справедливой России только нет, но «Единая Россия», естественно, выдвинул Алексея Цыденова, и все говорят про эти выборы, что, ну, всё понятно, то есть есть победители, есть такие статисты, представители политических других партий, которые должны в этой истории участвовать. Но слышал я от, значит, экспертов о том, что власть традиционно на фоне понятности победы такой, да, своей, с другой стороны, озаботилась, я не знаю, наверное, администрация президента России этим занимается, озаботилась, что нужно явку хорошую. И вот представители партии власти, опять же, в который раз уже думают, каким образом в отсутствии интриги эту явку обеспечивают. Ну, по факту, да, я соглашусь в нашем случае, явка – это главная интрига предстоящих выборов, и я даже не знаю, как-то везде видишь разное, да, и здесь, наверное, ну, у нас, как у СМИ, наше главное, как это, не то, что обида, да, и не то, что проблема, а наше главное желание, по идее, от каких-то предвыборных бюджетов тоже что-то, ну, как сказать, откусить, да, получить, давайте скажем так, получить, да. И сейчас, когда как будто бюджетов не выделяется вообще никем, ни на что, потому что это бессмысленно, но по факту получается, что а как вы собираетесь явку-то обеспечивать, как мотивировать на то, чтобы пойти на выборы, потому что сейчас пойти на выборы как будто еще сложнее. О, эта ситуация, да, то есть, когда все уже понятно, еще сложнее. Даже со стороны коммунистов не последовало выдвижение там… Да, Вячеслава Михайловича, например, Пархаева, да. Да, которая, по идее, может быть, как-то к явке бы имела какое-то отношение, да. Сомненно. И с одной и с другой стороны, для того, чтобы все как бы немножко бы взяли себя в тонус чуть-чуть, да. И в таком контексте, когда вот есть глава Бурятии и другие участники этого голосования, даже административный ресурс – это, ну, не гарант того, что прям люди придут. Потому что мы так привыкли говорить, административный ресурс – это что-то вот такое там щелкнуло и пошло. Тут совершенно не факт. И вот то, что вы говорите, что якобы кто-то об этом начал сейчас задумываться, как будто это опять отдают на откуп регионам. То есть, мы вам вот такую явку, вот столько должно прийти, да, столько должно проголосовать за. Скорее всего, уже цифры скоро появятся. Наверное, да. А как это обеспечить? Бюджетов-то никто не дает, видимо, на выборы из центра. Ну, какая сложная ситуация. И немножко непонятно, по мне так. Потому что есть же еще такие, которые совершенно думают, что как захотят, так и посчитают, явку сделают какую-то и так далее. Но если думать так, то это прям совсем не верить ни во что. Ни в какие выборы, ни в какую честность, ни в каких наблюдателей, ну и просто ни во что, в это верить бы совершенно не хотелось бы. Но говорят, что обычно накрутить так незаметно максимум 5-7, ну может быть 10%, но не больше. Ну вот в том-то и дело. Поэтому как заставить себя пойти на выборы? Лично мне. Как взять и как найти эти смыслы для того, чтобы заставить людей пойти на выборы? Что нужно делать? Очень сложно, очень сложно. И, ну, я не знаю, пока этой работы я не вижу, мы надеемся, что это будет сартикулировано все. И мы, конечно, готовы как-то помочь нам, поддержать. Ну вот раньше, да, эта история же не первый раз у нас возникает, когда победитель заранее понятен. Была и команда Бурятии, да, и голосование за какие-то места, которые будут строиться, как-то облагораживаться в городе. И помнишь трансляцию футбольного матча в прямом эфире на стадионе на Большом окраине. Все же это приложение к выборам, а не какие-то самоценные такие вещи. Да, но я и говорю, что мы по факту теряем. Мы теряем как СМИ, как избиратели вот этих бюджетов, которые тратятся, в принципе, где-то впустую, а где-то и на хорошие дела, на какие-то события, на эмоции, на какие-то обещания. Этого, к сожалению, видимо, не будет или не будет в той мере, в которой могло бы быть при нормальных выборах. Почему я так говорю нормальных, а не будут нормальными, да, просто в другой ситуации, при выборах в другой ситуации. Вот, поэтому задача большая стоит. Надеемся, что какая-то социология проводится уже сейчас для того, чтобы за оставшиеся два месяца принять меры и каким-то образом работу начать. Ну, вот ты сказал, что потом поправился по поводу нормальности выборов. Вот этот вопрос мы уже тоже обсуждали. Вот смотри, говорят, сейчас ситуация такая, нельзя там раскативать лодку или яхту, как сейчас некоторые шутят. И даже противники об этом, ну, вроде бы своими действиями так показывают, что выдвигают менее известного Малышенко вместо Мархаева. Ну, разве это задача коммунистов, чтобы у них голова по этому поводу болела? Разве у них задача не победить на выборах, а не думать о том днями и ночами, как наиболее комфортно сделать так, чтобы комфортно победила партия власти? Это же абсурд. Вот в этом, мне кажется, наша ненормальность и заключается. Ну, это абсурд в мире, где ты думаешь, что каждая власть, она отстаивает какие-то свои интересы, свою группу своих людей, каких-то своих капиталистов, свои деньги и так далее. Если мир другой, то, конечно, получается по-другому, возможно. Ну, то есть, мы ничем не отличаемся, как вот некоторые говорят, а что, по-другому разве в Америке? У них там все время одно и то же, несмотря на то, что кто-то меняется на президентском посту. Я говорю, ну, ключевое слово-то меняется. Ну, как бы вот эта грань между векторами, где что-то справедливо, а что-то там все коррупционно, она где-то есть все равно. И она просто ближе к этому или к тому концу, в зависимости от страны, естественно, и в зависимости от ситуации. И у нас эта грань сдвинулась. И я не знаю, почему, допустим, лидер коммунистов не выдвинулся. Может быть, это было его решение личное, может быть, его попросили так, что нельзя было отказать. Ну, кто знает, да? То есть непонятно. Но, допустим, если коммунисты, вот как один человек мне сказал, если все равно они чувствуют себя политической партией и хотят какой-то вес этим выборам придать и оставить авторитет за собой, они должны быть хотя бы хорошими наблюдателями на этих выборах, чтобы показать, что происходит. На каждом участке должен быть от них представитель, который бы работал так, как они до этого делали, борясь за каждый свой голос. Валерий Будаев, программа «Мнение», давай к другим темам перейдем. В апреле текущего года депутаты Хурала приняли закон о полном запрете розничной продажи алкоголя в двух улусах Закаменского района Утата и Далахай. Такая громкая история была, много было дискуссий по поводу, почему делать исключение, но сделали. В чем была проблема? В том, что наше законодательство не имеет возможности запретить предпринимателю торговать алкоголем, если он этого хочет, несмотря на желание схода жителей, даже если они проголосовали против. Но вот примитительно к двум улусам это было сделано, а сейчас появилось предложение, давайте вообще распространим, двоим разрешили, остальные, если хотят, почему нет, распространить эту историю на все остальные населенные пункты, если сход жителей решит запретить это дело, чтобы предприниматели слушались. И развернулась дискуссия. С одной стороны, поддержка, ну, хорошо, с другой стороны, а вот опасно же, начнут люди пить какой-то суррогатный алкоголь, делать его сами, а это вредно для здоровья. И, в общем, на этом, ну, и что предприниматели в чем-то потеряют, там, по деньгам и так далее. И на этой волне решено, значит, этот вопрос перенести на другие сессии и рассмотреть его еще позже. Здесь вот твоя позиция. В какую сторону склоняется? Насколько я понимаю, те села, которые лично отказываются сами с ходом жителей от алкоголя, от продажи на их территории, они, конечно, приобретают. Приобретают, потому что, как будто я слышал так, по крайней мере, что жизнь становится получше, и люди, раз решили, они это делают, кто хочет выпить, он все равно выпьет. Ну, то есть пить не запрещено. Да, запрещено продавать. Да, но как бы это не то, что ты так утром проснулся и пошел, и такой думаешь, ну, я пойду-ка я. Ну, наверное, наверное, это так работает. То есть позитивные отклики я слышал. Но мне кажется, что это работает именно в таком вот микрорежиме. Как только это распространяется на что-то большее, а распространение такого запрета на территорию республики даже или района, это уже, ну, попахивает сухим законом, так скажем, да, а ничто такое запретительное, оно работать в таких масштабах, конечно, не будет, на мой взгляд. Поэтому здесь вряд ли это сработает, и как будто, ну, хочется, чтобы сейчас издавали меньше законов, которые невозможно выполнить. Это касается, например, вот запрета использования электросамокатов детям до 18 лет. А для кого вообще электросамокаты сделаны, если не для детей до 18 лет? Кому они интересны? Они интересны только вот после 18 некоторым единицам людей, а все остальное это вот подростки хотят кататься. То есть, ну, вы не сможете это контролировать и этот закон исполнять, зачем это нужно принимать. Ну, я вот так думаю. И с этим, в кавычках, сухим законом, мне кажется, то же самое. То есть, это просто решение каждого отдельного населенного пункта. Это какое-то такое высоконравственное и продуманное должно быть взвешенное решение быть. Если кто-то не хочет этого, то тут как бы не заставишь. Ну, вот Утаты и Далахай, это же не первые села, населенные пункты, которые стали трезвыми, уже там чуть ли не 10 лет другие. Значит, деревни по этому принципу существуют. Ну, там предприниматели местные, которые как бы добровольно соглашались идти в соответствии, действовать в соответствии с решениями сельских жителей. Ты сказал, что... И на самом деле там по многим показателям рождаемость, заболеваемость, криминогенность, безнадзорные дети и так далее, и так далее, показатели очень хорошие. У меня есть знакомый в одном из таких сел, он сказал, ну, я пить не бросила, когда надо там, ну, надо ехать за 80 километров покупать. Ты подумаешь, конечно. Да, и подумаешь. Ты про сухой закон, если я правильно понял, сказала как о нечто таком негативной истории. Ну, и мы знаем, в России он был около 10 лет, в Америке он был около 10 лет, в 20 веке. Ты считаешь, что это неработающая история, потому что есть другие точки зрения? Ну, это неработающая история. То есть, если смотреть на это как-то пошире еще, то алкоголь – это такой единственный легализованный наркотик, который вообще в мире и у нас в стране в частности, который на самом деле не самый невинный, так скажем, из всего вот этого спектра. Это сейчас не воправдание чему-то другому звучит. Но когда ты живешь поколениями, и он есть в магазинах, куда ты заходишь, то есть обрубить это сразу не получится. И понятно, что у нас там и самогон сейчас процветает, и взрываются, кстати. У нас там, я не знаю, и какое-то кустарное производство просто процветает. Конечно, нет. То есть, это все должно прийти как бы от культуры употребления до отказа. Лично каждого человека. Вот такая вещь. Ну, еще там государство может это регламентировать ценами, например. Но если бы предприниматель, который хочет продавать алкоголь, дошел до Верховного суда против людей, которые хотят запретить ему, то, наверное, предприниматель выиграть, по идее, должен. Мне так кажется. Хотя вот по поводу предпринимателей, вот этот опыт десятилетний тех же предпринимателей, которые не торгуют алкоголем, они говорят, мы стали зарабатывать больше. Потребности у людей изменились, да, они не берут алкогольное, берут что-то другое. У них стало больше времени, не говоря уже о том, что подозрительные похмельные личности не толкутся вокруг магазинов и так далее. То есть, на самом деле, это тоже еще одно заблуждение по поводу того, что и депутаты об этом говорили, доходы же потеряются, на самом деле, они перераспределяются. Депутаты, возможно, как бы я не указ им, конечно, в данном случае совершают ошибку, вместо того, чтобы ставить галочки зеленые напротив каждого очередного следующего населенного пункта сельского поселения, села, что вот еще они отказались, еще они отказались, еще они отказались. В нашем районе уже 67% отказалось и так далее. То есть, это должна быть такая мода на это. И поставлены уже нормативы, кстати, для глав сельских поселений, районов. Вот эти вот нормативы и прочие дела. Сколько к какому-то году должно процентов с резвых сел быть? А сейчас они, получается, если я правильно понял с того, что я услышал, они хотят это как-то запретить зонтично, но это все, над чем работал, ты как-то это теряешь как будто сразу. Разрешить всем селам отказываться ввод к алкоголю, вот что предлагается, но кто-то опасается, что не так будет. Какая-то правовая история, не очень. Мне кажется, по поводу сухого закона скажу, в России сухой закон, считается, что это все неправильно, неудачно, на самом деле 50 лет он действовал реально по уровню потребления, мы вернулись к потреблению до 2013 года, только к 60-м годам в России. В США у меня ощущение, вот я там был и видел, то есть, мы приехали и вот те россияне, никто вот хотел выпить, они просто злились, они говорят, где? Нигде не продается, ничего нету. Нашли за городом какой-то специализированный магазин, где был только алкоголь и табак. То есть, по сравнению с тем, как вот в России это доступно, там в разы этого меньше. Но это же не запрет продажи, это же просто выведены они в отдельные магазины, У меня ощущение, что это последствия вот долгоиграющей сухого закона, когда они вернулись далеко не на тот уровень совершенно продажи и отношения. Я даже не знаю, нет, мне кажется, нет, потому что там наоборот идет сейчас либерализация всех вот этих изменяющих сознание и веществ, вряд ли та история. Я даже не знаю, мне кажется, что, я даже не знаю, что мне кажется, как-то... Ну, вот ты сказал, что это единственный легализованный наркотик, мне кажется, вообще алкоголь, если так посмотреть глобально, это самое большое заблуждение человечества о том, что вот он, ну, что это нормально, хотя на самом деле мы выпиваем за здоровье, безусловный вред ему тут же унося. Это абсолютно не норма, это как бы отравление себя, прямо сознательное отравление себя, которое основано на каких-то вот твоих вообще стереотипах и непонятных вообще вещах, то есть комплексах, придумках, отсутствия, как бы нежелания общаться, неумение общаться трезвыми там и так далее, это всё понятно, но я бы, может, так сильно не переживал, потому что я отмечаю сейчас, что мне так кажется, по крайней мере, что люди, которые хотят запретить алкоголь, они как бы по себе судят, и они более такого поколения уже уходящего. Те, которые подрастают, они уже, мне кажется, не так пьют сильно, как пили мы там или вы, или там кто-то постарше. То есть здесь давайте... Ну, если посмотреть в субботу и воскресенье утром вот эти вот наши ночные заведения, когда они закрываются, сколько молодёжи вываливаются. Ну, они покупают это в барах же прям там, то есть нет такого, что вот под кустами молодёжь сидит. Нет, ну они не под кустами, это всё культурно, но как бы менее пьяными они от этого не становятся. Ну, их намного меньше, я думаю, чем это было в наше время, по крайней мере, и может быть намного меньше, даже чем в каких-нибудь там Ирландиях или где-то ещё, где просто это тоже такое. Ну, и я думаю, что это всё-таки довольно серьёзная проблема, если вот прикладывать, допустим, каким-то военным действием, о чём мы очень часто в исторических каких-то наших историях говорим и сейчас. То есть людей, которые раньше времени, скажем так, жизнь закончила, у каждого из нас знакомых гораздо больше именно тех, кто погиб от алкоголя раньше времени, и родственников, и средняя продолжительность жизни мужчин, да, в России об этом говорит. Да, как кто-то из местных юристов говорит, и может быть, это не его только точка зрения, что по идее преступление, совершённое в состоянии алкогольного опьянения, оно, это алкогольное опьянение должно быть отягчающим обстоятельством к этому преступлению, для того, чтобы было больше ответственности пить или не пить, зная себя ещё, например, что с тобой алкоголь делают, делать это, делать это или нет. Ну, да, просто мы живём в таком извращённом мире в данном случае, но он настолько извращён, что тупой запрет, он вряд ли поможет сейчас. Валерий Будаев, программа «Мнение», Валер, давай к другим темам перейдём. Казахстан призывает все страны мира разработать план по ликвидации ядерного оружия к 2045 году, заявил глава МИД этой страны, значит, и сказал, что необходимо задуматься о запрете ликвидации на фоне, значит, вот нынешних событий Украины, разговоров о возврате ядерного оружия, взаимной угрозы применения, от кого только мы уже это не слышали, да, и, в общем, сейчас 13 тысяч четыре десятых, да, четыре десятых ядерных боеголовок в мире, и, значит, сейчас угроза их применения стала реальная. Ну, в начале, вот, когда в феврале вся эта история в Украине началась, да, были заявления воинственные очень, и в том числе от представителей нашей страны как-то пахнуло, да, вот этими вещами. Сейчас ощущение, что как будто угроза применения его отступила немножко, или может... У вас что за флигель такой, который оценивает эту угрозу? Откуда? Ну, вот тогда прямо говорили, вот Владимир Владимирович сказал, Владимир Владимирович сказал, у нас есть, ну, намекал, понятно, не прямо, но тем не менее, ну, и, в общем-то, тревога такая была нешуточная, там же эти часы есть, которые приближают к миру вероятности, ученые ведут, значит, эту историю. Ну, давай, в принципе, об этом поговорим, не о текущих впечатлениях, ощущениях, а о запрете. Он скорее полезен или скорее вреден, на твой взгляд? Я, во-первых, дилетант в этих отношениях, ничего про это не знаю, все, что знаю, скажу, да, все, что думаю, могу сказать. Конечно, похоже на пиар-ход со стороны Казахстана, потому что, ну, призывать к добру, это всегда выгодно, и всегда тебя там должны поддержать люди какие-то, да, но понятно, что никто этого делать не будет, и, может быть, это даже было бы вредно где-то, да, с какой-то стороны, потому что это сдерживающий фактор, и, возможно, наличие этого оружия, оно как раз и обеспечивало там вот это состояние мира такое, тлеющего какого-то, и не превращало это в полную мясорубку просто из-за того, что это, как знаете, вы общаетесь, вы очень следите за языком, когда знаете, что у людей, которые в комнате находятся, есть огнестрельное оружие, это прямо я по себе знаю, то есть ты не будешь себе позволять лишнего там что-то из себя как-то строить, когда ты знаешь, что вот там у бабушки рядом или там у молодого человека есть пистолет. А у тебя нет. Ну, и у тебя нет, да даже если у тебя есть, да, все равно, да, поэтому, как бы призывать к этому, мне кажется, нелогично, как будто бы, как бы это хорошо не казалось. С другой стороны, мы еще знаем, что когда что-то договариваются уничтожить, то далеко не факт, что уничтожают. И даже если скажут, что мы все сделали, все это развинтили там и превратили в мирное топливо, вообще не факт, что это все произойдет, поэтому и чисто из-за этого тоже никто этого не будет делать. Я думаю, даже обещать не будет на данном этапе. Недавно мы разговаривали тоже с друзьями о том, что доброта, это такая, знаете, не черта характера, а это такая привилегия, которая у тебя есть в том случае, если ты обладаешь каким-то потенциалом. И вот там, ну, именно наличие у страны вот этого потенциала позволяет ей быть либо там доброй, либо не очень. А если у нее этого потенциала нет, то там эта страна не может быть доброй или не очень, у нее просто выбора нет. Она будет такой, какой ей скажут быть, или такой, какой ей позволит свое там что-то, до какой-то степени быть там доброй или не очень. Такая, ну, я не знаю, понятно я. Примат силы такой, да, безусловный. Понятно, я объяснил или нет, для себя, для самого даже. Поэтому разговоры об этом, конечно, ну, это такое, это я не знаю, для кого. То есть, это такое первое понимание, наверное, первый пласт. Ребенку ты рассказываешь, что сначала должно быть, наверное, вот так добро, но мир устроен вот так, и, скорее всего, это будет работать вот так, и в конце ребенок, повзрослев, должен понять, что, ну, вряд ли стоит посвящать жизнь на то, чтобы стоять возле плаката и требовать от всего, от сильных мира всего запретить ядерное оружие. Мне кажется, это не будет. Ну, а на уровне отдельного человека, когда мы говорим о праве ношения оружия, наверняка, ты какой-то свой американский опыт приводил, да? Ну, что за американский, не то, что, ну, вы на охоту не ездили с людьми, у которых охотничье ружье есть, но ты с ними так нормально общаешься, не будешь себе позволить лишнего. Ну, действительно так, но это понятно, что общество должно пережить, то есть, когда очень много оружия в обществе, сначала все друг друга перестреляли, кто остался жив за многие-многие поколения, тот начинает следить за языком, за своим поведением и так далее, то есть, если в какое-то общество отдать много оружия, как это происходит, я думаю, сейчас в некоторых местах, там, конечно, хаос творится, и пройдет много-много времени, если это оружие не заберут, чтобы там все устаканилось. С другой стороны, не надо недооценивать, в нашем обществе тоже огромное количество оружия, то есть, охотничьи ружья у мужчин, они есть, и я знаю некоторых людей, которые специально себе не заводят охотничье ружье, для того, чтобы в голове не было вот такого варианта, что ты можешь пойти... Я говорю, я лучше не буду его вообще там оформлять себе, то есть, человек вот себя знает, например, это правильно. Поэтому, ну, оружие будет, оружие есть, в том числе и ядерное оружие. Тут как-то, что об этом говорить, я не знаю. Я смотрел какой-то ролик о том, что мы немножко преувеличиваем, возможно, результат или последствия использования ядерного оружия, потому что у нас же как разговор о ядерной войне, он говорит как, вот стоит кому-то нажать кнопку, да, у других есть политика ответа автоматического, даже если эта страна будет уничтожена, ракета все равно вылетит. И самая популярная там в том числе на Западе фраза, что у нас столько в мире ядерного оружия, что мир можно уничтожить 10 раз сверху, да, несколько раз, 10 раз, по 10 миров таких. Ну, откуда это взято, сложно сказать мне. И когда ты смотришь разные ролики, например, в те же вот последствия ядерных испытаний, которые огромное количество ведь было, и там в Карибском море американцы испытывали ядерное оружие, буквально через несколько уже месяцев на этом месте, в этих воронках, там уже жизнь, там уже водоросли, там уже все как бы, то есть, ну, а мир, он огромен реально, мир он огромен, и так, чтобы взять там, запустить бомбу и полконтинента уничтожить, ну, это, я не знаю, будет так или нет. То есть, и вот здесь как бы, я немножко не говорю, что это не так, я пытаюсь расширить свое понимание и не верить в это как в что-то такое религиозное, типа, о, ядерная бомба, это все конец всего. То есть, ну, возможно, это будет плохо, ну, естественно, это будет плохо, естественно, это прям не вариант, да, никому не хочется, чтобы этого случилось, но то, что все умрут прямо, думаешь, реально, все умрут. Ну, не знаю, не знаю, сложно сказать, конечно. Ты там сидишь, ты сидишь в новом Уайане, грубо говоря, да, у себя в зимовье, и что у кого-то хватит отдельного денег на то, чтобы именно на тебя послать эту ядерную бомбу. Сколько народу сидит в новом Уайане? Ну, то есть, ну, как бы... Ну, с другой стороны, да, наверное. А мы, а мы... Не хотелось бы проверять. А мы, так скажем, в отношении мирового населения сидим в этом новом Уайане точно, да, вот мы здесь вот... Ничего не имеем против нового Уайана. Географически, ну, да, я имею в виду, ну, это как метафорично, так скажем, да, мы как бы на отшибе живем, в общем, в деревне живем практически, да, если так брать. Я иногда так люблю сравнивать мир с участком сельским, то есть, вот есть там садик, дом, там какая-то стайка, что-то там, мастерская, гараж, потом есть огород, потом есть картофельное поле, потом есть какой-то вот покос. За забором. За забором. И там туалет где-то стоит, возможно, где-то посередине. Вот где в мировом масштабе мы находимся, живя здесь? Расскажи. Ну, вот где-то там, мне кажется, да, даже за... Я бы сказал, за огородом туда, в ту сторону. Ну, мне кажется, где-то вот с точки зрения самых разных вещей, показателей экономических и так далее. Где-то мы посередине все-таки находимся. Ну, это вы хорошо оцениваете. Не то, что льстите, а позитивно оцениваете ситуацию, я думаю. Ближе, наверное, к забору, но изнутри. То есть, ядерная бомба, это нереально дорого ведь еще. Это же прямо очень дорого. То есть, ты дважды подумаешь, прежде чем как-то ее использовать. Да уже там, уже мысли не осталось, мне кажется, как-то. Нет, ну, я не знаю. Чтобы они у тебя работали, нужно их использовать по стратегическим сначала местам, по твоей доктрине, а потом уже куда там останется. То есть, это такая штука, которую нужно изучать, наверное. Я просто, это фантазии мои, естественно, но это надо изучать для того, чтобы не думать, что вот прямо ой, все плохо, ой, там все вот так, все вот так. Но это реальность, и это реальность, которая же сдерживает нас от краха, может быть, где-то. Ведущая на дне города сказала, и наступит этот момент, когда будет салют, нажмем мы на красную кнопку, значит. Ну, это видите, каждый живет в своем мире, то есть, у вас, у вас мир это вот такое сейчас. Ну, красная кнопка, это уже у нас же определенное такое понятие, связанное как раз с ядерными историями. У людей, которые росли на фоне развертывания СОИ, да, и там Рейгана, наверное, да, красная кнопка. Тогда это правда было, я помню, маленький, вот прямо я один раз, дедушка мне читал журнал о том, какие американцы плохие, какие у них кассетные бомбы, там, и еще что-то, и мне прямо, я даже заплакал, это было в первом классе, мне стало на самом деле страшно, поэтому вот, я вспоминаю у тебя ощущения, и не хочется переживать совершенно вот эти страхи по поводу ядерного оружия. Валерий Будаев, программа «Мнение». Валер, давай, тему с самокатами мы упомянули, да, ты человек такой в этом плане мобильный, свободный, ездишь на велосипеде и на запись приехал именно на этом средстве передвижения. Запрещать детям возрастные какие-то вещи нельзя, ты говоришь, скорость ограничивать тех же самокатов, которые сейчас в большом количестве появились, можно или нет? Программно причем, да, я так понимаю, в определенных местах. Вообще, что я должен сказать, вот все, что делают наши власти, все, что делает бизнес, это здорово, но, например, для меня город изменился, когда пришли новые трамваи. Прям вот освежился город. Ты смотришь на город, едет новый трамвай, ты думаешь, блин, как классно, красиво. И оказалось бы, ничего не поменялось, только новый трамвай, и уже было. И вот в этом году эти самокаты, произвели тот же самый эффект. Мне показалось, что классно, теперь и в Улан-Удэе есть возможность такая, кататься на самокатах. И мне прям было приятно, что в меня, как в горожанина, поверил какой-то бизнес, который взял, купил это все, оставил на улице, пользуйтесь, вы сломаете, ну сломаете, ладно, угоните, угоните, ладно, но у нас все продумано. И то есть, ты стоишь в Улан-Удэе, просто на улицах стоят электросамокаты, которые стоят там по 50-100 тысяч рублей. Это уже какой-то для меня качественный подъем себя в своих глазах. То есть, мне доверили имущество, как будто какое-то, вот так, не просто без сторожа, без охранника. Вот это было очень приятно, и как бы это, я думаю, что это нас продвигает вперед в каком-то смысле, понятно, что сейчас практически все на них катались, кроме меня, я вообще не катался еще, но это недешево, я так понимаю. это кто-то уже посчитал, говорит, так ты в такси. На такси дешевле, на такси порой дешевле, но это хорошо, потому что сейчас мы обретаем эту культуру, сейчас мышление начинает меняться, если тебе это реально нравится, ты думаешь, а зачем я буду платить 500 рублей, 400 рублей, я куплю за 10, 15, 20 тысяч себе, ну за 100, может быть, я буду все лето сам ездить, то есть люди сейчас накатаются, им понравится или не понравится, они просто как к аттракциону к этому относятся, и, конечно, наверное, ну по-другому мы будем относиться, не так будет много уже этого всего, мне так кажется, не знаю, но тот механизм, который сейчас используется, мне кажется, достаточным, то есть если ты едешь на самокате, и самокат внутри себя фиксирует скорость большую, чем разрешена, а он знает, где он находится, на этой территории, в парке или где-то еще, то есть тебе приходит автоматический штраф, потому что твоя банковская карта привязана, люди, система знает, что именно ты на нем едешь сейчас, тебя штрафуют, ну один раз ты превысишь, два раза ты превысишь, все нормально, как бы мне кажется, что это нормально, единственное, что я бы посоветовал людям, которые на самокате едут, это по своему опыту уже, отдавать у себя в голове приоритет пешеходам, потому что когда ты едешь, я вот сейчас на велосипеде еду по тротуару, и кто-то перед тобой идет, но он такой явно тележится, он идет посередине, он идет медленно, ты ему там сигналишь, например, он не поворачивается, и ты думаешь, ну вот что за неприятный человек такой, а я опаздываю, например, куда-то, но по идее нужно поменять вот это мышление и сказать себе, что этот человек, он идет по тротуару, он имеет на это полное право, он расслаблен, он думает о чем-то, что он в безопасности, да, он думает, что он в безопасности, и поэтому я вообще никого не подгоняю, не кричу, если нужно остановиться даже, я останавливаюсь, жду, пытаюсь объехать, и самое главное, внутри себя никакого вот этого негатива и эмоций не испытывать по этому поводу. Это очень такая ценная тренировка, да, потому что человек, который на тротуаре, он всегда прав, он может прыгнуть в сторону в любой момент, если захочет, он может наклониться, что-то там начать почесаться, вытряхнуть туфлю там и так далее, да, то есть он волен это делать, и он будет это делать, если ты будешь обгонять тысячу людей, да, особенно это вот сейчас на путепроводе здесь заметно, между элеватором и площадью, просто ты как оператор вот этого транспортного средства, которое может причинить вред, должен понять, что ты на их территории, а не они на твоей, не они у тебя на пути, а ты пользуешься вот этой общественной территории, и ты должен делать это максимально корректно, и вот эти вот звонки, типа, давай, 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 отходи, это очень, ну, это некорректно реально, поэтому объезжайте, терпите, уважайте людей, учите себя, как бы, это делать, потому что отношения меняются, ты на самокате так думаешь, ты с ребенком идешь, ты совсем по-другому, по другую сторону баррикад находится, а думать надо как бы одинаково стараться, поэтому я вот себя сейчас на этом ловлю, на велосипеде едешь, я прямо стараюсь, я вот останавливаюсь, я там еду еле-еле, то есть я могу за человеком, если он идет долго, я могу за ним прямо долго ехать, очень медленно. Ну, на машине бывает иногда так, в узких местах впереди человек идет, в наушниках и с телефоном, и ты боишься его просто напугать резким звуком. самое ужасное, что можно сделать в этот момент, это нажать на сигнал, правильно? Ну, это просто преступление, мне кажется, просто преступление, человек идет себе, какая разница, куда ты там едешь, на чем ты там едешь, и что у тебя происходит, ну, высунься в окно, скажи, извините, можно проехать, да, или там, что-нибудь такое сделать, но нажать на сигнал, это прямо, у меня в этот момент, когда такой случай бывает со мной, я хочу подпрыгнуть от страха и приземлиться на капот. Потому что кажется, что сигналы в следующую секунду тебя просто собьют. Да, не, я хочу прям приземлиться на капот, прям телом своим, чтобы отомстить как-то, да, такое бывает, поэтому тут самоуважение, самокаты, это классно, велосипеды в городе, это классно, я уже, ну, понятно, что у нас город типа не велосипедный, но на самом деле это тоже какая-то ложь. Ну, появляются и велосипедные дорожки. Да, нормально, вот, например, не знаю, давайте возьмем там тот же недружественный Нью-Йорк, грубо говоря, то есть там районы связаны между собой мостами, и если люди ездят на велосипедах, на велосипедах там от дороги отрезают узенький участок, огораживают бетонными блоками, и велосипедисты начинают ездить. То есть, если это востребовано, то это нормально, и чем больше велосипедистов у нас будет, тем больше их интересы будут учитывать, и как бы это тоже нормально. Но их можно совмещать, как ты думаешь, самокатчиков, велосипедистов на одной дорожке? Я бы вообще, конечно, думал в другой параллели, то есть я, например, бы думал со стороны велосипедистов и самокатчиков, людей, кто бегает, или лыжероллеров, я бы старался делать так, чтобы они делали отдельные дорожки для этого, не дублирующие, не вдоль магистрали, не вдоль тротуаров, а вот просто ты на самокате, ты имеешь в виду по диагонали, имеешь право по диагонали проехать просто, по другому, по совершенному пути, и это связало бы город в другом качестве, это было бы прикольнее, и я думаю, что если бы были какие-то у нас там в городе, кто генплан создает и урбанисты, и сделали бы это, это было бы бесценно. Ну, может, услышат, потому что есть такие люди, они активно сейчас этим занимаются. Город у нас невероятно маленький, вот начав ездить на велосипеде там и бегая, ты понимаешь, что можно с элеватора пройти через пешеходные пути, через Читинский переезд, и ты сразу оказываешься на Динамо. Да. А автомобилистам это недоступно. А когда ты первый раз это делаешь пешком, ты понимаешь, в смысле, ты как будто какую-то нарушил законы физики. Да. А когда ты на велосипеде проезжаешь по мосту пешеходному, на Трубачеево, и сразу выходишь на рынки на Приречном, у тебя то же самое происходит, ты такой, в смысле, так быстро, что ли? Это так близко. Если вот эти дороги, они будут связывать всё, то больше людей будут ездить на велосипедах, больше людей будут, не знаю, здоровее, может быть, и меньше пробок будет и так далее. Валерий Будаев, программа «Мнение». Валерий, в завершение давай про киноиндустрию поговорим, российскую. Мы уже немножко к этой теме обращались весной, но сейчас, на мой взгляд, ситуация ещё более пессимистичной стала. Организаторы кинопроката говорят о том, что кинотеатр начинает закрываться. В нашем городе уже есть примеры, когда кинотеатр работает не каждый день, а только с четверга по воскресенье, с понедельника по среду закрытый. Не включают проекторы, если ни одного билета не продано. И, значит, главная проблема – это отсутствие западных фильмов, которые были таким, видимо, якорем и тянули за собой всё остальное. И никакие повторные прокаты, значит, старых фильмов, даже зарубежных и отечественных, никакой кинопродукт, кинопроизводство российское, ситуацию спасти не могут. К концу года некоторые пессимисты, профессиональные, говорят о том, что вообще все кинотеатры могут закрыться. Как ты на это всё смотришь? И есть ли выход, самое главное, вот хотелось бы какого-то позитивного исхода? Ну, я как бы смотрю на это, не знаю, как-то эволюционно и, может быть, как-то экономически, мне так кажется, потому что наверняка вот эта вот индустрия, она самая пострадавшая в нашей стране за последние три года. И там серия, так скажем, проблем. Вот эти вот санкции, это лишь вишенка на тортике, так скажем, потому что сама кинопроизводство и индустрия, она везде переживает нехорошие времена, потому что экранов стало больше намного у людей. То есть, если раньше, в какие-то годы, в 30-е люди приходили в кинотеатр, чтобы узнать новости, вот эти фильетоны, фитили, все новости сначала мы узнаём, потом смотрим, может быть, рекламу, а потом фильм, и это было как событие целое, выход в свет и так далее, то сейчас абсолютно нет резона идти в кино, если ты не любишь это просто, если это не Марвел, который ты хочешь оценить прямо на большом экране. То есть, это во всём мире проблема. Потом пришла пандемия, естественно, да, и потом ещё вот, пожалуйста, нам отказали в прокате во многих случаях. То есть, это не то, что у нас какая-то проблема, у наших кинотеатров и всё. Сам формат вообще, торговый центр плюс кинотеатр, это же тоже такая уходящая история, тоже объективно, безо всяких санкций и прочих вещей, потому что это всё равно концепция 90-х, когда вот в сельской местности есть пункт притяжения один, где все магазины, и кинотеатры, и рестораны, и все там, живущие в пригороде, приезжают, там проводят время. До нас это дошло позже, где-то это всё уже... Уже фильмы снимаются, когда действие происходит внутри заброшенного торгового центра, да? Ну, давно уже такое. То есть, это нормально, по идее. А у нас вот только-только там они построились, только-только пытаются окупиться, и вот такое пришло. Поэтому, к сожалению, тут ничего спасти, мне кажется, не удастся всем. Единственная надежда на то, что выход в кино – это всё равно некий, как сказать, стиль жизни и способ времяпрепровождения. То есть, выйти от своих детей с женой в кино – это всё равно дело, и даже неважно на что. Поэтому какое-то количество кинотеатров останется, я уверен. Но, конечно, это не будет там мультиплексы, 16 залов и там всё вот такое. Да, и, к сожалению, я думал, что от того, что нечем заняться, конечно, будет получше прокат, но вот даже по последним новинкам понятно, что люди как-то совершенно неохотно идут в кино сейчас. Может быть, это что-то эмоциональное, экономическое ещё. Поэтому я считаю, что тут ничего не сделаешь, и я ещё выступаю против того, чтобы нарушать авторские права и показывать что-то вот, ну… Параллельный импорт. Параллельно, да. Прямо пиратские вещи. Да, лучше завозить там Индию, лучше завозить там Ближний Восток, какой-то Китай. Говорят, не спасают они тоже ситуацию. Да, ну просто я ещё даже не видел, но вот это параллельно, это сразу как бы это приведёт к такому отношению. Ну, всё порушит, короче говоря, и в результате наш кинематограф… На долгие годы вперёд. Наш кинематограф тоже пострадает от этого. Мне кажется, нужно подождать. Не выживут все, выживут некоторые, я им этого очень желаю, но как будто бы спрос на контент именно отечественный, он должен быть. Ну, именно на производство. Не факт, что его будут смотреть, но делать надо начинать больше фильмов. Валерий, ты сказал, что вот этот формат кинотеатра плюс торговый центр умирает, да? Ну, только-только у нас умер формат отдельного стоящего кинотеатра, да? Все эти прогрессы, РДМы, октябрь и дружбы закрылись. А как тогда, если не так, то как опять отдельно стоящий кинотеатр, ты думаешь, будет? Или вообще кинотеатр как класс отмирает? Нет, мне кажется, что просто там… Конечно, они останутся в каждом кинотеатре. То есть, люди, которые владеют торговыми центрами, они могут себе позволить дать залу постоять, может быть, да? Они же не в аренду это берут, скорее всего. Это, в принципе, не так сильно, так скажем, влияет на них, потому что вряд ли они много зарабатывают с того, что происходило до этого. То есть, там, наполняемость зала уже никогда не была большой. То есть, кинотеатры зарабатывают больше на попкорне, напитках, или в основном только на этом зарабатывают. Тут дело каких-то вот интересных вещей, наверное, нужно будет каждому кинотеатру, который останется, какого-то своего контент-менеджера, пиар-директора, который будет проводить вечера французского кино, вечера испанского кино с обсуждениями, какие-то вот немые фильмы, черно-белые истории, там, люди приезжают, что-то вот такое, там, показы и так далее. Хотя бы один такой кинотеатр в Лан-Удэ, мне кажется, сможет выжить, просто потому что вот нужно пойти и посмотреть полет на гнездном кукушке в кино, потому что там еще тебе и салат одноименный дадут, и кто-нибудь еще приедет, и что-то еще. А чем еще заниматься? Давайте пойдем. А, давайте пойдем. Ребенку покажем, может быть, этот фильм. Ну, в принципе, вполне. То есть, если накрутить это, наполнить, помните, когда вот «Октябрь» был еще чуть ли не единственным кинотеатром, там каждую премьеру делали для представителей СМИ, звали в ресторан, там фуршеты были, то есть, это был вполне такой светский раут, и потом люди писали... С обсуждением до и после, да. Писали рецензии, да, и так далее. Ну, в принципе, почему нет? Это же нормально. Это уже «Октябрь», когда возрожденный такой, уже не советский, а вполне себе такой современный кинотеатр. Это еще мы жили в том мире, в котором мы считали, что наше мнение по поводу фильма, оно имеет значение еще. То есть, ты мог реально на полном серьезе написать целую колонку по поводу того, что ты в этом фильме увидел. Но это как-то сейчас смешно звучит, да, но как бы тем не менее это было. То есть, нужно себя найти в данном случае. Сейчас вот я слышал, что кинотеатры пытаются больше работать с этими цифровыми площадками, такими как «Ока», «Кион», «Иви». Возможно, вот эти сериалы, которые выходят там, могут выходить в кинотеатрах, прямо вот, не знаю, бинч-вотчинг какой-то устраивать, там несколько серий подряд, что-то в этом роде. Но, к сожалению, эта индустрия, вот она туда идет, сужается. Ну, ты прямо знак равенства ставишь между ситуацией в России и остальным миром. Мне кажется, все-таки мы сейчас как-то расходимся. Мы не расходимся, просто у нас это усугубилось. В остальном мире, на мой взгляд, происходит то же самое. Сам факт, что все фильмы, которые выходят в кинотеатре, они снимаются для 14-летних подростков, говорит о многом. Люди просто не ходят в кино, а вот тот, кто попкорн, ха-ха-ха, поржать там, и мстители, и супергерои, вот эта аудитория. То есть сейчас вряд ли можно прямо пойти где-то и посмотреть фильм, который тебя вот тронет там до глубины души. Ну и плюс альтернативы, да, в виде тех же онлайн-гендиадов появились. Да, да, сейчас... Заканчивая собственным телефоном, в который ты... Это тотально, я не могу даже поверить. Некоторые люди, они говорят, вот я все как бы заканчиваю, там посуду мою, детей укладываю, все это делаю, свет выключается, я ложусь в кровать, достаю свой телефон и смотрю сериалы. Я говорю, в смысле, а у тебя же телевизор там 50 дюймов, ты почему на телевизоре ты не смотришь хотя бы эти сериалы, там наушники, телевизор сейчас по блютусу можно к наушникам подсоединить, сидеть, смотреть. Ну, как-то это вот... Мне так удобнее. Вы представляете? То есть вот такое потребление контента сейчас идет, с этого вообще непонятного экрана, от которого потом глаза в кучу собираются. Поэтому как с этим конкурировать к кинотеатру? Очень сложно. Валерий, спасибо огромное. Будем за всеми этими историями, тенденциями дальше наблюдать обязательно. Главный редактор сайта «Байкал Медиа», радиоведущий Валерий Будаев принимал участие в программе «Мнение», вел передачу. Игорь Озеров, всего доброго, до свидания. До свидания.